так всем привет кто-нибудь ждем пока посоединится привет привет сегодня потестируем новый формат бумажки и порисуем вот такого очаровательного словика reference можно будет найти stories в аккаунте скетчмаркер есть оружие я готова чтобы это еще не я очень люблю работать на маленьких форматах во первых но это экономия чернил во вторых экономия времени и маленькие форматы хранить удобней но конечно если какие-то заказы я беру большие а4 и больше так конечно блокнотик чудесный такой прям приятный хочется его трогать и трогать ну ладно хватит трогать пора рисовать если вот какие то вопросы пожалуйста задавайте эфир сохранится можно будет посмотреть течение 24 часов в аккаунте скетчмаркера потом на канале youtube тоже у скетчмаркер а я не буду работать с карандашом и ластиком потому что бумажка тоненькая я возьму серый лайнер или линер кому как удобнее и буду работать прям сразу делать набросок смело так как линер практически прозрачный он весь перекроется уже последствия маркерами и не будет его видно так что если у вас какая тонкая бумага где которая не позволяет много что-то стирать пожалуйста вот такой выход из положения серый лайнер и вперед так совушка наша я обычно начинаю только сильно начинаю с основных каких-то форм когда ничего не расстраивая просто пытаюсь и словить форму объекта такими точечками каким-то намечаю так 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 здесь него голова вот такая недовольная мордаха дождик капает так клюв клюв я прорисую так далее уточню форму я работаю лайнером смело не боюсь что вот какие-то огрехи помарки конце концов это творческий процесс мы все время учимся так здесь вот так волосня растет в эту сторону так с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы пишите побольше что вам интересно узнать про маркеры про личную жизнь так всем велкам пить глазик так 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 не видно да что рисую или видно а рисуем совушку так он очень недовольный сидит под дождем спрятавшись под шляпку гриба так так такой нахохлившийся сычек я конечно же не буду прорисовывать ему все перышки тем более лайнером просто пока намечу форму вы видите да что он в принципе даже может быть в каком-то вроде светлее карандаша что нам на руку так ну сычек а я наметил у меня больше сейчас похож на пингвина чем на свеча также легко намечу грибочек под которым он сидит мне нужны в основном только опорные линии на этапе наброска я не люблю вырисовывать все очень четко не люблю тратить на это время я люблю заниматься тем что мне нравится я люблю красить и раскрашивать сколько мне лет мне дай бог памяти я в девяностом родилась кто считаете какими маркерами лучше рисовать начинающим и начинающим я советую начинать с хороших маркеров которыми вам понравится рисовать собственно я начинала со скетч маркеров уже три года ими рисую и прекрасно себя чувствую и всем советую и рекомендую поэтому друзья мои пожалуйста мой выбор я считаю оправданы ребята развиваются ребята очень сильно работают над качеством кроме того развивают линейки других продуктов так поэтому лучше работать начинать с качественных материалов тем более что на рынке скетч маркеры одни из бюджетных маркеров профессиональных которые я считаю что у них качество гораздо выше их стоимости поэтому вперед кто вы по профессии образование у меня лингвистическое я прикладной лингвист зарабатываю периодически тем же то бишь преподаю я это языки сейчас в основном английский так друзья мои скетч я сделала то есть что здесь видно здесь может быть видно да видно сычика и видно грибочек вот у меня в основном все наброски такие дальше уточнять все я буду маркерами так начну с желтого называется экру вот такой вот оттеночек так клювик вот такой сычек у нас недовольный по допустим уголке клюва так я могу сейчас очень тихо начать разговаривать потому что я начинаю уже сосредотачиваться так что если вам будет что-то не слышно лучше сразу скажите так глазенки мы тоже этим же цветом так какие планы у вас на выходные рассказывайте интересно если кто в питере можно меня встретить на фестивале арт квартала я буду в субботу и воскресенье можете искать меня на стенде май спутник можно со мной прийти познакомиться поболтать и если у вас есть какая-то зверушка я могу ее вам нарисовать абсолютно безвозмездно так сычек референс есть референс ищите в сторис у скетчмаркер вот он у меня сейчас референс на телефоне а можно посмотреть отдельно ахтон какой-то происходит тут так далее глазки если вы видите референс перед глазами давайте вам покажу у дополнительно да у сыча вот здесь вот его не знаю перья заходят сильно на глаз и зрачок можно таким же образом грубо говоря проработать то есть мы оставляем белые шерстинки прям на зрачке то есть они его перекрывают ну и соответственно со вторым тоже самое так 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 и оставляем блик так товарищ у нас маленько недоволен он в шоке от такой солнечной питерской погоды когда я приезжала в петербург несколько раз подряд все время шел дождик было очень пасмурно и поэтому в этот раз я тоже боялась ехать думаю сейчас шуба понадобится резиновые сапоги до ушей нет удивительно когда где такое видно так глазенки пока готовы на данном этапе может быть потом еще к ним вернусь теперь я делаю что если вы посмотрите на референс то самый светлый тон на шкурке у него немного такой фиолетовый и вот этим фиолетовым легким тоном я буду уже намечать направление волосков и перышек у сычика так здесь можно поплотнее дать потому что здесь у нас уходят перышки в темный цвет так 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 следуя направлению роста перья в данном случае да или если вы работаете с шерстью то следуйте направлению роста шерсти и будет вам счастье соблюдайте длину шерсти у вас получится как раз передать фактуру так здесь так здесь у нас перышки я не пытаюсь прорисовать прямо его оперение у нас с вами лимит по времени поэтому просто хотя бы направление роста какие-то цветовые пятна так здесь это такой основной базовый слой который еще будет перекрываться впоследствии вот я буду добавлять темный фон то мы будем всякие красивости и вкусности добавлять белой гелевой ручкой так так здесь уже шерстка шерстка перья растут уже в другом направлении лапок я не пойму это лап у него или нет но в общем я ее закроем хом чтобы нам с ней не разбираться так пока наметила основные моменты перехожу к светлому коричневому тону я беру тон пил грей а кстати да нужно же наверное показать вам это был тон бы 150 ой 125 принцесс софия так следующий у нас пил грей еще вопросы чем лучше рисовать браш или дала то в чем основное отличие но смотрите основное отличие в том что это два принципиально два разных наконечника браш наконечник мягкий он изгибается он дает вам свободу какую линию рисовать посильнее нажмете он будет толстые линии рисовать не будете нажимать он будет тонкую линию вести то есть но и брошем и работать чуть чуть посложнее к долоту тоже можно приноровиться и мне тоже нравится этот инструмент могу сейчас в принципе тоже и им поработать тоже очень универсальный инструмент и им тоже можно рисовать всякие шерстинки волоски и прочее прочее главное не забывайте что при разном наклоне и касании в зависимости от того какой стороной пера вы касаетесь бумаги такой у вас штрих и будет да то есть можно его тоже вертеть он будет давать интересный штрих например смотрите просто привела линию а если это делать допустим рисунок какой то это может быть этот может сыграть как мраморный пол например или еще какую-то текстурку дать что я не работаю наконечником пуля ну не знаю мне кажется этот наконечник может заменить он избыточен для меня ничего такого что может сделать до лото или браш он не делает так что больше всего любите рисовать друзья мои если посмотрите мой профиль у меня там одни животные и я очень люблю рисовать животных я всю жизнь сколько себя помню я всегда рисовала зверушек мультяшек и я ну портретов людей у меня по моему три и то это был какой то вызов мы со знакомой девочкой бросили друг другу вызов и сказали давай ты будешь рисовать портреты портреты а я буду рисовать животных и вот мы там она мне дала три портрета я и дала три лошадки на тот момент я очень любила рисовать лошадок и вот все собственно больше портретов у меня нет не могу сказать что я не хочу рисовать портреты ну просто мне больше доставляет удовольствие рисовать животных они такие все многообразные все какие-то интересные анатомию люблю превращать немножко в мультяшек какие-то референсы так здесь вот у нас рассычек так потемнее сюда пока это базовый слой не смотреть что он страшненький потом мы когда будем добавлять еще дополнительные оттенки углублять тени все это выровняется и будет я очень надеюсь красиво так так следующее я возьму еще потемнее тон это у нас грей тинт мне очень нравятся такие сложные пыльные какие-то оттенки мне кажется линейкой вот который начинается с bg blue great по моему она называется можно нарисовать все вообще все да она будет немножко такая сероватенькая но прям вообще для меня она идеальная в нее влюбленная мне нравится каждый каждый оттенок так посмотрите я начала затемнять немножко формы мне уже птичка начинает прорисовываться так еще клювик надо вам подчеркнуть так так сычки товарищи пестрые поэтому не очень просто рисовать их нужно следить за тем чтобы сохранить эту пестроту но тем не менее не переустерцывать так 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 тоже я слежу за тем как растут перышки таким же образом я и кладу мазки так 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 немножко здесь можно добавить темненького еще затемним фиолетовым это B123 корнфлава продолжаем вводить углублять тени так недовольный свечек так да приноровимся так что у нас так здесь у нас нужно показать как растет перышки как растут так здесь чуть-чуть потемнее продолжаем затемнять теперь я беру самый пока предположительно темный коричневый тон это виджи 90 называется смок так могу чуть-чуть добавить зрачок чтобы он был поживее в этот и в этот так крылышки видите да когда добавляются побольше более контрастные тона уже рисунок оживает и выглядит прям как будто бы уже все уже почти готово нет друзья мои мы еще пока с вами поработаем нам еще грибочек и фон к зверушке мы ее сейчас чуть-чуть порисуем потом еще вернемся к ней так здесь у нас я не стараюсь в точности скопировать его с фотографии я смотрю на общее настроение на общее состояние души этого маленького совенка сычика вот и хочу передать его на рисунке что он недоволен сидит под гривом капает дождь собственно таким сычом ощущала себя я в предыдущей моей поездке в питер мне все не нравилось мне все бесило знаете в этот раз так приятно удивилась ничего себе думаю вот это да надо чаще сюда приезжать в хорошую погоду а город оказывается красивый так оленька развалился у меня с левой стороны сейчас будем допиливать расскажите вы когда рисуете у вас творчики беспорядок то есть маркеры вот так вот как у меня любят говорить мелкой дрищью лежат по всему столу или все аккуратненько кладете на свои места у меня первый вариант я не буду повторять эти слова в прямом эфире то вдруг мне постучат по голове за это но в общем ситуации бывают разные не могу сказать что я прям всегда все убираю нет иногда после рисунков тоже они какое-то время остаются в таком состоянии какой фирмы посоветуете белую ручку взимай конкретную фирму я посоветовать не могу потому что есть нормальные ручки и за 30 рублей и за 300 рублей все нужно пробовать все нужно тестировать говорят это джели ролл хорошая но джели ролл подделывают и нужно каждую конкретную джели ролл тестировать если она хорошо укрывает перекрывает ваши лайны или там что-то что вам нужно перекрыть то пожалуйста используйте если нет и через какое-то время она бледнеет то лучше от такой ручки отказаться вы все только нервы попортите так пока сейчас мы не трогаем потом я к нему вернусь по-быстренькому сейчас грибочком займемся где цвет вот он это у меня цвет латте намечаю ножку юбочка ножка так ну вот собственно о чем я и говорила да мне кто-то спрашивал долото или пуля но пулей конечно можно но знаете как-то непривычно уже вот она может и тонкие делать долото может и тонкие линии делать и потолще как-то мне с ним я с ним больше дружу чем с пулей так что рисовать начинающим ну рисуйте на самом деле то что нравится вот правда нравится вам машина рисовать рисуйте машина нравится вам fashion девочек рисовать рисуйте-гает нравятся вам мультики и анимации какую-то рисовать анимацию главное рисуйте много вот я там хочу научиться рисовать красиво ну собственно тебя никто не держит иди учись только это надо делать а не говорить просто об этом может быть некоторые знакомые меня себя узнают моих словах говорят что хочу прям сейчас лучше еще вчера иметь красиво рисовать так не работает к сожалению я тоже хочу еще вчера уметь красиво рисовать но до этого путь нужно большой пройти где-то я слышала про какое-то энное количество неудачных рисунков от которых нужно избавиться и чем чаще вы и больше рисуете тем быстрее от них избавляетесь я считаю прям гениальная фраза поэтому рисуйте чаще он смотрите туда же туда же такой слоган риску чаще и все у вас получится так это у меня был абрикос это у меня gold я добавлю еще чтобы как-то связать два объекта абрикосового в клюв и угласная на чуть ножку десет сверху в теневую часть чтобы рисунок меня не очень разваливался вот она так и сверху прям такой потемнее потемнее грибочек мухоморчик сейчас внизу мы проработаем но сначала сделаем сделаем нижнюю часть закроем ее мхом так вот это по-моему да значит первый цвет у меня называется биджи 22 мизу это светлый цвет я смотрите беру золото и вот какие-то такие рандомные линии рисую какая-то там травка что-то могу прям на сову положить так здесь у нас мы прикроем конечности совы травкой потому что на референсе их не очень видно разбираться как у нее там что устроено сколько пальцев видно сколько не видно это нам сейчас некогда и следующий цвет быть биджи 2021 греблин тоже можно долотом можно наконечником есть точно также какие-то рандомные линии и штришки нам нужно просто создать основную массу этого мха так здесь там потемнее будет так так как у нас видите наверху у мухомора такая яркая красная крышечка я этим же цветом добавлю немножко в траву чтобы тоже как-то связать объединить наш рисунок чтобы не было только одного пятна красного здесь желтые глаза здесь зеленые у нас только внизу нет нам надо как-то по тону да с вами вести рисунок чтобы он был более или менее сбалансирован здесь как нам допустим так здесь что-то пускай будет что-то вьется допустим так и я возьму вот этот более светлый тон и положу его прямо на грибочек чуть-чуть в теневых местах чтобы опять же как-то связать грибок с тоном с самхом я не люблю использовать будто сильно ограниченную палитру я люблю прям мазать все и всюду вот но тоже нужно меру знать чтобы грязь не развести номера маркеров для грибочка сейчас подскажу знаете меня тут смесь маркеров старые и новые значит вот это вот более светлая часть на шапке это и прикод по моему это у меня старый номер в смысле старый маркер еще проверим а может и новый ну короче надпись на корпусе не стирается скорее всего но это новый номер 64 следующее тоже не могу нет это по моему новый название gold y12 верхняя часть крышечки это браун двадцать два что там написано light махагони махагони так и вот этим же цветом двадцать вторым я дала вниз цветочки нижняя часть гриба у меня латте и что-то еще было по-моему больше ничего не было пока да латте так дальше хочу добавить чуть-чуть света я беру маркер цвета селеры сельдерей я обожаю этот цвет я его сую везде добавлю его на мох чтобы чуть-чуть повеселее было на траву здесь вот под ногами так травинки и будут вылазить наверное мы с вами возьмем пыл грей который мы использовали на сове и тоже добавим его в гриб опять для чего для того чтобы связать рисунок по тону так мы с вами еще фиолетового в гриб добавим так что не расслабляйтесь так пускай ну как обещала фиолетового только посветлей нет его не видно посветлей берем следующий отлично так вот грибочек тоже начал играть сейчас мы делаем с вами следующее будем прорабатывать сначала фон а потом вернемся к сычку и доработаем его для чего это делается чтобы сычек нам сыграл на контрасте с фоном мы его чуть-чуть подсветим потом белой гелевой ручкой а пока я буду создавать градиент мне понадобится несколько оттенков значит диктую пишите первый оттенок селари второй мизл биджи 22 третий греб грин биджи 21 четвертый найл грин старый кэп не скажу какой новый и пятый называется тил тоже не помню новую новую цифру и обалденный оттенок я просто в него влюбилась биджи 40 я не прочитаю это какой-то тоже грин что мы делаем мы делаем мы работаем как обычно от светлого к темному но так как эта бумага такая маркерная она не дает потом повозиться нам долго в воде мы будем работать с вами быстро так что держите под рукой побольше маркеров сразу допустим штуки три таким вот образом я буду прокладывать смешивать оттенки беру для этого долото чтобы получше смешалось все пока мокренько оно все нормально работает разводов разводов получиться не должно пока так можно уже в этом месте потемнее наверное чтобы нам посильнее выделить сыча можно потемнее начать так здесь уже прям темный темный пускай будет можно круговыми движениями наносить тонн чтобы он во первых лучше смешался во вторых у нас будет такой эффект знаете как будто на дальнем на заднем фоне у нас лес лес и там какие-то деревья еду дружку перекрывают и все так как красота начинается но нам этого не видно с вами просто нам видны называются силуэты да потом в посте я обязательно укажу номера маркеров но как я говорила я не люблю ограничиваться и возможно для вас будет много большое количество маркеров в рисунке но никто не мешает их сократить так я здесь пожалуй уже таким тоном проведу а еще плюс в маленьких форматах это то что их очень удобно разместить на столе и если вам неудобно где-то красить просто поверните его другой стороной и вперед и работайте так у меня что-то уже умирает забыл его подзаправить так пока так есть мы тоже тил не видно вот такой так так здесь мы тоже этот же уведем так так это старый очень хорошо если будет рядышком с сычеком нашим более темный участок чтобы сыграть нам потом на контрасте так здесь плюс этой маркерной бумаги в том что она экономит нам чернила но минус в том что градиенты на ней сделать сложнее то есть надо работать очень быстро и нельзя потом будет вернуться и и там что-то где-то домазать вот но ко всему можно привыкнуть допустим здесь мы чего-нибудь таковано придумываем так что за бумага бумага у меня соответственно естественно от скетч маркер скетч маркер под новый формат опять крошечка малышечка очаровательное создание вышла из-под руки к от команды кич маркер club я ну очень люблю говорю на маленьких форматах работать ибо экономия раз всего и времени и маркеров так и вот это мой любимый любимый цвет просто обожаю его биджи 40 я когда буду писать вам в посте дам название маркеров с новыми определениями да то есть с новыми цифровыми значениями вы уже сами там смотрите новые у вас не новые маркеры подбирайте по названию а не по числовому значению так пока мокренько здесь можно чуть-чуть пофантазировать так 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 Мы, видимо, здесь еще будем выводить. По ценам пишите в директ, а еще можно посмотреть на сайте, никто же вас не ограничивает в действиях. Я маркеры не продаю, я им только рисую. Могу только советовать и рекомендовать, это я могу. Я тут люблю, чтобы тон был ровный, но говорю, что очень сложно делать такие заливки объемные. Вот почему, кстати, я еще не стала брать большую бумажку большого формата А4, потому что чем больше формат, тем сложнее такую бумагу маркерную залить. А, еще можно, кстати говоря, добавить немножко вот этого оттенок Teal, который вот в новой парте он G130. тоже немножко вмог и опять тоже все дело соединить. здесь можно и синего добавить BG40. Экспериментируйте, когда я рисую, я в основном экспериментирую. я не знаю, что будет дальше, я не знаю чаще всего, какой цвет я возьму потом, когда я буду рисовать. Здесь же я готовилась, я расцветостный человек, поэтому я уже подобрала себе палитру, даже нарисовала этого свеча заранее. Ну вот, кстати говоря, сейчас мы берем вот этот синий цвет, который у нас на фоне, и им же можно проработать какие-то деталюшечки мелкие. Например, у клюва здесь вот такие темные проплешины, то есть мы видим сквозь перышки, видимо, кожу или нижний слой перьев у этого сычика. Так, здесь, о чем я вам говорю, лучше вот здесь оставить место, чтобы подчеркнуть нашу сову. Доработаем с вами сейчас грибочек. Взяла биржи 13 сэндстоун, чтобы немножко увести его. Так, и можно даже использовать светлый зеленый биржи 22 мизл, чтобы тоже его немножко как-то грибочек увести. Так, так, сверху у нас не будет столько. Я хочу еще добавить фиолетового на гриб еще чуть-чуть. Тоже маленько его затемнить, чтобы он так сильно не бросался в глаза. Так. Кончился, видимо, нет? Так, друзья, пожалуйста, напишите, видите, живой эфир или неживой эфир. Какие-нибудь смайлики там поставьте. Так. Ну что, работы нет? Отлично. Так, ну и теперь, на самом деле, финальные штрихи. Физик подчеркнем чуть-чуть. Так. Так. И теперь мы берем белую ручку и по контуру начинаем прорисовать вот эти вот волосинки, да, перышки, чтобы чуть-чуть отделить от фона нашего сычика и немножко подсветить. Так. Сейчас, наверное, зайдем снова. Ну давай. Потому что... Давай. Разобновился. Слышно все, да? Нормально? Ну хорошо. Так. Вот оно наш. Сыч. Ага, видать. Так. Сыч-то что такой недовольный? У него, потому что голова мокнет. И нам нужно это показать. Дождик. Значит, дождик. Рисуем белой ручкой тынь. Ставим локоть на стол, чтобы линию провести ровную. И рисую мне от кисти, да, вот это вот все у нас будет криво. А лучше от локтя. Так. Капает дождик у нас на шляпку гриба тоже. Покажем капельки, что весь этот грибочек тоже влажный. Так. 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 Ну вот, я думаю, наверное, все, наверное. Если есть какие-то вопросы, можете задать. Если не успеваете задать, пишите в директ. Я с удовольствием отвечу. Так. Можно здесь немножко еще. Так. Например. Как-то. Как-то вот так. Ну все, друзья, спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока-пока. Мы даже меньше, чем в час уложились. Нормально? Пока-пока. Правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова